Пейзажный парк Монтедор – самый молодой в Никитском ботаническом саду. Его заложили в 1947 году. В 50-е, 60-е и 70-е годы он стремительно развивался и пополнялся ценными экземплярами растений. Парк уникален тем, что сохранялись местные аборигенные виды растений. Это фисташка туполистная, можжевельник высокий, сосна крымская. Но ожерельем высаживались как крапления-интродуценты – редкие растения, которые более за пределами Монтедора не встречаются в других парках не только южного берега Крыма, но и России в целом. Только здесь и больше нигде в России можно увидеть во всей красе шину с фисташкалистной, прозопис бархатный, китайский можжевельник каязуки, дуб ливанский и других представителей заморской флоры. Путешествие по земному шару в миниатюре. Так можно назвать прогулку по парку Монтедор. Здесь соседствуют растения из разных стран и даже с разных континентов. Вот болотники парисы Северной Америки. Рядом с ним плакучий кедр из Африки. Ну а на соседней куртине – пальмы из Китая. Чуть поодаль у беседки расположился мексиканский уголок. Кактусы опунции, агава, похожая на подарочные банты – все эти нетипичные и даже экзотические для Крыма растения прижились на его южном берегу благодаря профессионализму и заботе работников Никитского ботанического сада. Это один из наиболее уникальных дубов. У него крупные желуди. Сейчас они созрели и годятся для посева. И вот из крупных желудей этого редкого вида дуба, который растет в горах Ливана, можно вырастить красивые коренастые дубки. Большинство семян, черенков и саженцев научные сотрудники сами привозили в парк Монтедор в разные годы. Одними из последних здесь поселились молодые клёны из Абхазии. В 2014 году сад получил грант Российского научного фонда. На эти средства дендрологи организовали экспедицию на Черноморское побережье Краснодарского края и Республики Абхазия. И вот в городе Ачимшира есть замечательный такой институт, лесной институт «Обнилост», где мы взяли саженцы, 17 небольших саженцев клёна. Это кандидаты в сорта. Это клён длоневидный или ацер пальматум, клён японский. Листья ярко-красные осенью, очень нарядные. У некоторых видов желтые, лимонно-желтые, у каких-то оранжевого цвета. Вырастут эти молодые четырёхлетние саженцы со временем до высоты 4-5 метров. Более 400 видов редких растений. Около 10 тысяч единиц на территории в 10 гектаров у самого Чёрного моря. Сейчас уже трудно представить, но удивительный парк, напоминающий райский лес, ещё несколько лет назад был под угрозой уничтожения. После перестройки объёмы финансирования Никитского ботанического сада резко сократились. Содержать и развивать все его территории не представлялось возможным. Парк постепенно начал приходить в запустение. Уникальные деревья засыхали, клумбы зарастали сорной травой. Туристы то и дело прорывались сюда на пикники, мусорили, жгли костры. Одно из ценных рощ уничтожил пожар. На территории сейчас появились новые экспозиции дополнительные. Это, собственно говоря, и розарии юго-западной части небольшой, в память большого ранее бывшего тут розария, который располагался на южной террасе. Появилась расширенная экспозиция водных растений. Что случилось со старым розарием? Вопрос для коллектива сада тяжёлый и болезненный. В 2013 году украинские власти подняли вопрос о необходимости инвентаризации земель Никитского ботсада, поскольку часть из них утратили научную ценность, а места под элитные посёлки на южном берегу не хватает. Там, где не одно десятилетие цвели розы, теперь громоздятся коттеджи. Возможный пожар 2011 года – не случайность, но довести начатое до конца тогда не успели. Пришёл 2014-й, а вместе с ним – «Русская весна». Восстанавливать парк начали в первые же месяцы после воссоединения с Россией. Для начала территорию очистили. Вывезли 116 тонн мусора и сухостоя. Потом начали проводить новые посадки, воплощать ландшафтные решения. Заново засыпали дорожки, провели водопровод, построили мостики, отреставрировали беседки. На мысе Монтедор создали смотровую площадку и привели в порядок искусственные водоёмы. Прекрасный бассейн рядом с нами. За ним не ухаживали уже много лет. Не чистили, осыпалась кромка, он пропускал воду. И летом 2014 года спустили воду, удалили ил, сделали прекрасные острова, насыпали землю. Высадили мискантусы, мяты, прибрежные растения, которые можно увидеть летом в цвету. А зимой они стоят прекрасные, раскидистые, с такими интересными колосками, высоко декоративными. Рядом разбили цветочные клумбы, в которых можно увидеть хризантемы бордюрные, хлорофитом. Всего цветочного разнообразия и не перечислишь, но помимо флоры в парке появилась и новая фауна. Водоёмы здесь заселили декоративными породами рыб. Сюда прилетают редкие птицы. В парк Монтедор вместе с естественной природной красотой вернулась жизнь. Потрясающая атмосфера, очень красиво. Сюда хочется прийти и провести здесь весь день. Открытие парка Монтедор приурочили к 205-летию Никитского ботанического сада в качестве подарка жителям и гостям полуострова. Особенно красив этот природный уголок осенью. Приехав в Никиту, в ноябре можно насладиться ещё одним ярким зрелищем – балом хризантем. Первые заметки по культуре хризантем в России известны, датированы 1844 года в журнале «Садоводство». То есть можно с большой долей уверенности сказать, что впервые хризантемы России появились именно в Никитском ботаническом саду. И вот уже 205 лет, как у нас эта коллекция поддерживается. Сейчас хризантемы как раз находятся на пике цветения. Коллектив сада приглашает всех желающих проголосовать за королеву и принцессу Бала выбрать название растениям-новинкам. И, конечно, побывать в уникальном природном парке Монтедор, который стал настоящим бриллиантом в короне крымских достопримечательностей. Наталья Данилова, Дмитрий Фомин, Владимир Бойко, Олег Сорокин. Северный форумбюро. Ялта.